Господь, мы просто прославляем и благодарим Тебя сегодня. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за силу Духа Божьего. И мы открываем наше сердце. Мы открываем наш разум для откровения с небес. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за это. За каждое сказанное слово. За каждое свидетельство. За все, что будет происходить на этих собраниях. Мы приписываем всю славу бесподобному имени Иисуса. И мы благодарим Тебя за это. И мы воздаем Тебе честь и славу сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу, чтобы вы повернулись, пожали руку двум или трем людям и улыбнулись так широко, как вы только можете. Скажите кому-то, что вы любите их Господи. И затем вы можете садиться, слава Богу. Давайте откроем наши Библии на книге «Исход». Исход 20.17. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вола его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». Речь идет о сильном желании чего-то. Алчность это то, что заставит вас сильно желать того, что есть у вашего ближнего. То есть вы не будете удовлетворены до тех пор, пока не сможете получить то, что есть у них. вы не просто подрываетесь в одно прекрасное утро и вдруг думаете, что вам нужен дом вашего ближнего. Нет, алчность – это то, что приведет вас к такому состоянию, когда сильное желание его жены, его дома, чего бы там ни было, будет для вас чем-то самим собой разумеющимся. Это процесс. Давайте посмотрим притчи 14.12. В некоторых переводах Библии это место звучит так. Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его пути множественное число. Послушайте еще раз. Есть путь, единственное число, который кажется человеку прямым, но конец его пути смерти. какое различие между одним и вторым? Если вы знали кого-то, и был какой-то путь в этой ситуации, или что-то, что казалось правильным, казалось, что именно такое решение и нужно принять, что именно это и нужно делать, но конец этого пути такого-то, такого-то, и он убийца. Вам не стоит оказываться на его путях. Это один из его путей. вы видите, на что это вам сейчас указывает? И о чем здесь говорится? И мы применим к этому алчность. Алчность. Давайте также взглянем на книгу Иисуса Навина 1.8. Итак, что здесь за ситуация? Утром Иисусу Навину предстоит сражение. Завтра он идет воевать. И у него в голове прокручиваются все эти мысли. Всего 40 лет назад он уже однажды там был. Он Халев и все те трусы. О, там великаны. Что ж, ему придется вернуться. И вы знаете, дьявол не хуже меня. Вы знаете, что он пытается говорить ему, помнишь тех великанов там? Они стали еще больше. Их в 4 раза больше. Тебе с твоим небольшим сборищем. К тому же ты ничего не знаешь о сражении. Ты ничего не знаешь о том, как воевать. Те люди постоянно воюют. Ты все эти годы провел в пустыне. Что ты будешь? Что ты будешь? Но Бог сказал ему, это книга закона. Мое слово. Да не отходит она от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда, скажите «тогда», тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. И у меня в Библии здесь стоит небольшая цифра. И в сноске написано, «или поступать мудро». Вы будете поступать мудро в жизненных делах. Итак, поступать мудро. Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его пути смерти. Это не будет мудрым решением, не так ли? Это смертельное решение. Но оно казалось правильным. Итак, в чем здесь проблема? Давайте обратимся к Евангелии от Луки. И прочитаем двенадцатую главу. Евангелие от Луки. Слава Богу! Двенадцатая глава. Тринадцатый стих. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, пробудитесь, смотрите и слушайте». Для меня это звучит как «Будьте очень осторожны». «Смотрите, берегитесь, берегитесь любостяжания». Или алчности, сказал Иисус. «Если я буду беречься этого, мне придется смотреть, обращать внимание. Я должен узнать, что это такое». Он расскажет вам, как от этого отказаться и как держаться от этого подальше. Итак, помните, есть путь, который кажется прямым, но конец его пути смерти. Если вы погрязли в этом, для того, чтобы отдалиться от путей смерти, вам придется изменить свой образ мышления. Поскольку, если это ваш образ мышления, вы принимали решение путей смерти, и все потому, что все ваши модели мышления основаны на чем-то, что вас убьет. Ну, я думал, так уж оно устроено. Это то, что вы получаете за то, что думаете, вместо того, чтобы знать. Аллилуйя. «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит, его жизнь сейчас не зависит от изобилия его имения». Там не говорится, что для него было неправильно иметь какое-то имение. там говорится, что его жизнь не зависит от этого. Если вы приходите к такому моменту, когда в своей жизни вы тратите больше времени на то, чтобы думать об этом, нежели о чем-либо другом, вы погрязли в алчности. «И сказал им притчу у одного богатого человека». Итак, он рассказал им притчу. И сейчас он рассказывает им историю об одном человеке. Он не просто это придумал. Это произошло на самом деле. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле». То есть на земле того человека пребывало благословение. Земля приносила урожай. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. Я хочу, чтобы вы обратились здесь на кое-что внимание. Он рассуждал сам с собой. Это вышло из его духа. Он рассуждал сам с собой. Это хороший вопрос. Послушайте, что он сказал. Он рассуждал сам с собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. Я этого не осознавал, пока не начал изучать это. Что Бог пытался привлечь его внимание. И вы буквально через минуту увидите, почему. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. «Правильный вопрос и неправильный ответ». Я не осознавал, пока Дух Божий не начал раскрывать это мне. Какое совершенно глупое решение принял тот человек. Он рассуждал сам с собой. «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». «И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие». Что? «И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы». Итак, вот его цель в жизни. «Успокойся и веселись». Именно для этого он и работает. Он думает только о себе. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Бог не был его обеспечителем. И я хочу, чтобы вы здесь кое-что увидели. Он не сломал первые житницы. Он лишь решил это сделать. Он до этого даже не дошел. Но алчность, его путь принятия решений, который казался правильным, но концом его были пути смерти. Он поплатился. Алчность стоила ему его защиты от Бога. Как он умер в ту ночь? Я не знаю. Может, кто-то убил его. Может, кто-то хотел завладеть тем, что было у него в его житницах. Может, это был сердечный приступ. Кто знает? Кто знает? Бог пытался достучаться до него, и он вложил в него этот вопрос. Он забросил в него этот вопрос. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу и спросить, «Бог, каков ответ на этот вопрос?» и получить на него ответ, тот человек вскочил и сам придумал ответ. Почему? Потому что он сам был себе Богом. Вот почему. Как насчет богатого юноши? Он сделал то же самое, он опечалился, потому что у него было большое имение. Что его опечалило? Говорю вам, Иисус предложил тому человеку апостольство, «Приходи и следуй за мной». Сказал ему то же самое, что и тем другим двенадцати апостолам. Сделай что? Продай все и дай милостыню. Начни сеять семя, брат. Говорю вам, разве богатство Божье не лучше человеческого богатства? Но когда вы богаты в Боге, это обеспечивает вас несметным избытком, чтобы делать то, что призвал вас делать Бог. Вы будете иметь гораздо больше, чем вы когда-либо имели. Почитайте как-нибудь 111 Псалом. Это человек, семя которого сильны на земле и его дом его дом полон чего? Его дом полон чего? Обилие и богатство. И правда или праведность его пребывает вовек. Вот человек, дом которого полон обилие и богатства, и его праведность незатронутая. Почему? Он крепко любит заповеди Божьи. Он благословленный человек. Блажен или благословлен муж. Так начинается этот Псалом. он пребывает в благословении. Он ходит в благословении. Они с Богом отлично проводят время. И дальше вы читаете, что он расточил. Он дает нищим. И он мудро и рассудительно ведет свои дела. Его мышление ничего не затуманивает. когда у него возникает вопрос, что мне делать? Он просто спрашивает, Господь, что мне здесь делать? У меня полные житницы. Бог ответит, продай это, дай нищим. О, да, отлично. Аллилуйя. Аллилуйя. Этот человек богат в Боге. И когда вы переключаетесь на Божий образ мышления, прекрасная часть этого состоит в том, что все начинает проясняться. И вы начинаете слышать его водительство, поскольку вы посвятили свое мышление ему. Сосредоточьтесь на нем, на Боге, на его слове. И он сделает так, что даже ваши сокровенные мысли будут согласовываться с его волей. Тогда в вашем духе высвободится эта жизнь Божья, Зоя, Бога. И эти слова укоренятся, аминь, и будут производить. Аллилуйя. Итак, мы говорим о библейской истине относительно алчности. Алчности. Давайте обратимся к 12-й главе Евангелия от Луки. На прошлом служении мы разбирали понятие алчности. Алчность — это путь, образ мышления. Мы говорили о самом понятии. Сегодня мы поговорим о практическом знании и о том, как это работает. Поэтому давайте вернемся к 12-й главе Евангелия от Луки, где Иисус учил об этом. «Некто из народа...» 13-й стих. «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал «Им», не только тому человеку, который это сказал, но и другим, кто там был. «Смотрите, пробудитесь, осознайте, и берегитесь». Для того, чтобы беречь все чего-то, вам нужно осознавать это, вам нужно что-то об этом знать. Именно поэтому Иисус начал учить здесь об этом, и не только здесь, но во всей Библии. Он не единственный, кто об этом учил. Все писавшие Библию так или иначе говорили об этом. Чтобы вы береглись любостяжания или алчности, «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Скажите, «имения тех вещей, естественных вещей, которыми он владеет». Обратите внимание, что сказал здесь Иисус, «Ваша жизнь не зависит, не заключается в изобилии тех вещей, которыми вы владеете». И сказал им притчу, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой». Это мысль, которая поднялась внутри него. Я абсолютно уверен, опираясь на то, что я узнал из этой главы, и на другие, относящиеся к этому вещи, которыми я буду сегодня с вами делиться. Что эта мысль была чем-то, что посеял в него бог, пытаясь освободить его от того, что вот-вот должно было с ним случиться, потому что он вот-вот должен был умереть, и он этого не знал. Аминь. И он не узнал бога, когда к нему пришла эта мысль. И он рассуждал сам собой. «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И сказал, «Вот что сделаю». Хороший вопрос, но плохой ответ. Я хочу, чтобы вы сегодня снова обратили внимание, «как этот ответ сделал его настолько уязвимым для всего, что крадет или убивает или губит?» Он был слеп в отношении этого. Посмотрите, что он сказал. «Сломаю житницы мои». Он принял очень-очень плохое финансовое решение. Он собирается потратить кучу денег на снос своих житниц. Ему не нужно ломать свои житницы. Иисус сказал здесь, в 33 стихе, «Продавайте имения ваши и давайте милостыню, займитесь даянием, перейдите на Божью сторону всего, и благословение Господня, которое является защитной стеной вокруг верующего, окружит вас, как оно окружало Иова». Перестаньте думать о своем будущем и пытаться обеспечить свое будущее, и начните думать таким образом, как вы опустошаете житницу, когда она полная. «Продавайте то, что у вас есть, и давайте милостыню». Он не сказал, «Продавайте то, что у вас есть, и становитесь нищими, и вы будете счастливы». Иисус не говорил о том, чтобы этот человек стал нищим. Он говорил о том, чтобы этот человек стал еще богаче. Но для того, для чего он использует свое богатство, ему больше не нужно. Вы можете иметь миллиарды долларов, и вы не можете потратить больше, чем могу потратить я, поскольку вы не можете одеть на себя больше одной пары нижнего белья, и за день вы съедите лишь определенное количество порций. Аминь. Я подумал, пусть это немного усвоится. И когда вы живете таким образом, если ваш мотив это просто обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь и быть уверенным, что вы в молодом возрасте оставите работу и будете веселиться, именно это тот человек, как он сказал и хотел сделать. Построить житницы побольше, наполнить их, чтобы хватило на многие годы. Что ж, такое мышление привело его к проблемам? Потому что он не слушает Бога. Бог хочет подвести вас к даянию, чтобы вы постоянно, постоянно имели результаты, пожинали урожай. Это не основывается на экономике. Послушайте, когда у вас плохая экономика, как сейчас, это не экономический спад, это крах. Вы понимаете? Из-за чего? Из-за неправильных принципов. невозможно выбираться из долгов, беря взаймы. И невозможно сидеть в долгах, не терпя крах. Но вы этого не знаете, если только не узнаете этого из Библии. Библия говорит вам, что делать с долгами и всем остальным. и вы узнаете из Слова Божьего, что долг находится под проклятием. Аминь. Иисус пришел, проповедуя лето Господне благоприятно, что было сверхъестественным аннулированием долгов. Здесь целый образ жизни, понимаете? Если бы Бог смог перевести этого человека на сторону даяния, Бог знал, что грядет. Тот человек не знал. Бог мог вытащить его из этого алчного мышления и перевести туда, где бы он начал продавать, вместо того, чтобы погибнуть. Он собирается сломать свои житницы? Эй, тебе не нужно ломать эти житницы. Это отличные хорошие житницы. Незачем их ломать, тратить деньги на то, чтобы сломать эти, а потом тратить деньги на то, чтобы построить новое и потерять тот урожай, который хранится в них сейчас, поскольку его придется оттуда вывести, чтобы сломать эти житницы. Что с ним будет? Один хороший дождь и все пропало, а затем одна хорошая засуха, и вам нечего будет собирать в эти большие житницы. Он уязвим со всех сторон, и я хочу, чтобы вы знали, сатана подобрался к нему, и с ним что-то случилось. в тот день. Его душа была взята у него. Аминь. И затем, что Иисус сказал? Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Почему Бог сказал, что ты заготовил? ты заготовил? Я думал, его земля была благословлена. Была. Она приносила обильный урожай, не так ли? Но этот человек не воздает Богу никакой хвалы или славы, или благодарения за это. Он думает лишь только о самом себе. Я хочу есть, пить и веселиться, или просто напиться и объесться на всю оставшуюся жизнь. И мне нужно, чтобы вы послушали сейчас очень внимательно. Третья глава первого послания Иоанна. Давайте к ней обратимся. Давайте прочитаем 14 стих. Начиная с 14 стиха. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Мы знаем это. Позвольте мне сказать это следующим образом. Мы знаем это, потому что этому учит Слово Божье. Но мы знаем это. У нас есть знание этого. У нас есть близкое практическое знание того факта, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев. Я мог бы добавить любовью Божьей, которая излилась в наше сердце Духом Святым. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. О, брат Копланд, я не ненавижу. Подождите, подождите, подождите. Вы собираетесь дать мне измененное на генетическом уровне определение ненависти? А я не хочу его слушать. Ну, я не ненавижу моего брата, понимаете? Неужели? Что ж, прежде чем мы пойдем дальше, нам придется с этим разобраться. Прочитайте 9 стих 2 главы. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. И, например, у меня в Библии здесь рядом со словом соблазн есть сноска, в которой говорится, нет места для скандалов, когда вы ходите в любви, поскольку вы не считаете нужным это делать. желать эту женщину или эту собственность. Вы находитесь в режиме даяния, а не в режиме, когда вы берете, и сатана не может разрушить вас грехом. Почему? Почему? Потому что мы ходим во свете подобно, как он во свете, и его кровь очищает нас от всякого греха. Аминь. 17 стих или 16 стих. Любовь познали мы в том, таким образом мы познаем, мы получаем понятия, мы получаем понимание и представление о Божьем образе мышления. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою. Он не пытался защитить себя. Он положил свою жизнь. Он не желал, он не проявлял алчность к своей собственной жизни. Сделало ли это что-то для его будущего? О, да. Иисус воскрес на гораздо более высоком уровне. И Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он мог привести многих сыновей в славу. Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную. Аминь. Мы говорим о Божьих принципах. Это Божья любовь. Без Него у вас нет такого рода любви. И вот к чему я хотел вас подвести. Цель всей сегодняшней проповеди поставить этот 17 стих на его место и вложить это в ваше мышление. А кто или всякий кто имеет достаток в мире ресурсы для поддержания жизни но видя брата своего в нужде послушайте сейчас затворяет закрывает скажите закрывает он что-то закрывает когда вы что-то закрываете вы не даете этому работать он закрывает свое сердце сострадания что такое сострадание это проявление любви божьей посредством которой действует вера посредством которой мы принимаем главное благословение и приводим благословение Авраама главное благословение в действие посредством которого мы принимаем все эти вещи и имущество в этом мире посредством чего мы являемся частью экономики небес и когда в экономике этого мира все терпит крах им есть кому обратиться мы можем не только помочь им принять спасение исполниться духом святым но мы можем помочь им и с выплатой за их дом, понимаете? Слава Богу. Говорю вам, церковь должна быть известна не своей скупостью и не своей войной друг с другом по поводу доктрины. Мы должны быть известны тем, как мы любим друг друга. Аминь. Итак, что происходит? Видя брата своего и верующего товарища в нужде, он закрывает от него свое сердце сострадания. Как может любовь Божья жить и пребывать? Или оставаться живой и действовать, и работать в вере, и работать, чтобы делать что? Возводить эту защитную стену благословения. Аллилуйя. Некоторые из вас должны были сейчас скачать и начать бегать. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной, на практике и с искренностью. И вот почему узнаем, или имеем близкие отношения, осознаем, и узнаем, и понимаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним, или в Его присутствии, сердца наши. Слава Богу! В Его присутствии есть свобода, мир, благость и благополучие, вместо постоянной трагедии и проклятия. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы воздаем Тебе честь и хвалу. Мы открываем свое сердце и свой разум для откровения с небес. И мы благодарим Тебя за него от всего сердца. Во имя Иисуса. Аминь. Господь сегодня повел меня говорить с вами о следующем. Я замечаю это все больше и больше. И Господь исправил меня в этом плане много-много-много лет назад, когда я только начинал узнавать и начинал учиться быть сеятелем семени в Царстве Божьем. Понимаете, я вырос в семье, занимавшейся фермерством. И моя мама и мой папа выросли в сельскохозяйственной части Западного Техаса. Они оба родились и выросли на ферме. И мой папа постарался побыстрее оттуда уехать. И я рад, что он это сделал, потому что Бог призвал его заниматься другими вещами. Но я провел много времени со своим дедушкой. И он был очень благословленным фермером и хозяином ранчо. Ранчо не было его основным занятием. Он был фермером. И я многому у него научился в вопросе сеяния и жатвы. И я не знал, что я это знаю, пока я не обратился к Слову Божьему, и позже не узнал об этом. Я сказал все это, чтобы подвести вас к следующему. Когда я только начал это узнавать, что я не просто был проповедником Слова Божьего, я был сеятелем семян. Сеятель Слова сеет. Я не тот, у кого за домом есть маленький огород. Нет. Вот что я делаю. Я сею. Я сеятель. И вы не можете быть успешным сеятелем, не будучи жнецом. Вы сеете, и вы жнете. И я слышал это. Все так говорили. Но когда я впервые это услышал, знаете, что я имею под этим в виду? Вы начинаете осознавать что-то, что всегда обычно говорилось. Но вы не обращаете на это никакого внимания до тех пор, пока Господь не проливает на это свет, и не говорит вам. Не говори больше этого. Я снова начал замечать это среди вас и наших людей, которые учатся тому, как зарабатывать на жизнь даянием, а не тяжелым трудом. И вот эта фраза. Я отдал это. Нет. Отдать. Или выбросить. Можно мусор. Вы не отдаете, вы вкладываете. Это та сфера, где вы сеете семена. И что касается фермы моего дедушки, говорю вам, было такое впечатление, что он там все сделал под линейку. Я имею в виду, его борозды были прямыми, и на них не было ни сорняка. Если бы вы пришли и сказали, «Мистер Оуэнс, я заметил в вашем огороде какие-то сорняки, он бы пришел в ярость». Где? Вы бы подумали, что там побывал враг. Что ж, да, враг этого урожая. И вы будете говорить ему, что он выбрасывает свои семена, сея их в эту ровную борозду и тратя все это время и весь этот труд? Нет, 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 он не выбрасывал. Он сеял в свою собственную землю. Поэтому откройте к этому свое ухо. Господь сказал мне сегодня утром об этом. Они снова слишком много это делают. Поговори с ними об этом. Нет, 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 вы не отдаете. Как семя, оно стоит больше, чем продажа. Аминь. Поэтому примите это для себя и прислушайтесь к этому. Будьте решительно настроены на это и станьте усердными в отношении этого. И когда это будет выходить из ваших уст, говорите, о, нет, 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 нет. Я не отдал это. Я дал. Вложил это в их жизнь. Я вложил это в то служение. Бог сказал мне отдать мою машину. Нет, 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 нет. Он сказал вам посеять ее в кого-то, куда-то, в какое-то служение или еще во что-то. Спасибо. И Господь, мы принимаем это и мы осознаем это. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, давайте вернемся к учению Иисуса в 12 главе Евангелия от Луки. Пожалуйста. Он сказал в 15 стихе «Смотрите». Давайте сделаем это прямо сейчас. Вы знаете, что означает слово «смотрите». В этом слове есть что-то большее, чем пассивность. Это слово «действие». Послушайте. Ухватитесь за то, что я вам говорю. Берегитесь любостяжания или алчности. Алчность – это образ мышления, который постоянно, все больше и больше начинает казаться тем, что и нужно делать, и правильным решением. Это не что-то, что начинается чем-то бросающимся в глаза. Вы не начинаете, думая, «Я отправлюсь туда и заберу у того человека эту машину. У него слишком много машин. И я одну из них заберу». Что ж, сейчас это алчность. Но через несколько минут это будет воровством. Если это попадает в ваше сердце, вы уже совершили воровство. Поскольку алчность разрушает это точно так же, как это делало бы воровство. Потому что ваш дух проходит через то же самое действие. «А, брат Копланд, я не верю, что это то же самое просто лишь потому, что вы подумали об этом и увидели это». Если бы так оно и было, порнография бы не работала. Ваши эмоции, ваш разум и ваше физическое тело фактически, в физическом плане, они не видят разницы. Происходят все те же самые процессы. Ваш дух проходит через те же самые процессы. Апостол Иоанн сказал об этом так. «Человек, который не любит своего брата, является убийцей». Ну, он же его не убил. Я знаю. Это не является чем-то незаконным не любить его. Но ваш дух проходит через тот же самый смертный процесс неверия и отключает вашу веру точно так же, как это бы произошло, если бы вы его убили. Именно об этом он и говорит. Он говорит об этом внутреннем человеке. Итак, Иисус сказал, «Берегитесь этого». Алчность — это путь, образ мышления, который кажется человеку правильным, но конец его пути смерти. Оно кажется абсолютно логическим решением, которое вам нужно принять. И кажется, что именно это и нужно делать, но в итоге оказывается, что это были пути смерти. И это не принесло вам никакой пользы. Это разрушит вас. Поэтому алчность является этим образом мышления, которое в конечном итоге побудит вас принимать решение получить то, что есть у кого-то другого. Один мой хороший друг как-то раз приехал ко мне, и он сказал, «Брат Копланд, я должен вам это рассказать. Я работал на такую-то, такую-то компанию, и у нас разгорелась такая борьба с профсоюзом». Что ж, где сварливость, там не устройство, и все худое. Я не вижу смысла делать что-то, что разрушает ту компанию, в которой вы работаете. Какую вам принесет пользу злиться и пробивать дыры в их стенах? Это просто глупо. Особенно, если вы христианин. Он сказал, «Произошел такой раскол, они так ругались и ссорились, что в итоге они уже вообще ничего не могли делать. Я был в этой комиссии, я был в руководстве, и я просто сидел там в углу и слушал весь этот мусор. Я устал все это слышать. И я просто начал молиться в Духе Святом. Я просто сидел там и молился в Духе. Сидел и молился в Духе, слава Богу. Я погрузился в это. Я молился за всех присутствовавших там. И мое внимание продолжал привлекать один человек, сидевший на стороне работников. Я не знал его. Я продолжал обращать на него внимание. Мне не хотелось пристально на него смотреть, но я заметил, что каждый раз, когда я смотрел в ту сторону, он смотрел на меня. Я начал смотреть на него. И чем больше он смотрел на меня, мы начали потихоньку пододвигаться друг к другу. Никто не обращал никакого внимания ни на него, ни на меня. Те люди воевались, ссорились, и ругались друг на друга, и все продолжали, продолжали. Наконец, мы познакомились друг с другом. Его первой фразой было, «Я обратил на вас внимание, брат». Я сказал, «Что ж, я обратил внимание на вас, брат. Вы знаете Иисуса? Не так ли?» Он ответил, «Да, знаю». «И вы тоже его знаете, не так ли?» Я сказал, «Да». Мы поговорили с ним какое-то время, и затем я сказал, «Давайте молиться за эту неразбериху». И они вдвоем... Особо это не афишируя. Бог просто заслонил их от всей остальной той группы. Они переключились туда, где не было никакого неустройства. Они не мыслили алчно. Они не собирались заставлять друг друга что-то делать. Они согласились в молитве о процветании той компании. Аминь. И они начали молиться и поклоняться Богу. Они пришли на следующий день, и, конечно, они сели там, в сторонке, позволив всем остальным снова начать свою войну. И мой друг сказал, «Спустя какое-то время мы начали записывать определенные вещи. Мы разговаривали и обсуждали разные вопросы». И он сказал, «Если я правильно помню... Господь, прости меня, если я рассказываю что-то не так. Я скажу так. Через несколько дней они начали течь в этом. Я имею в виду, что они начали получать все эти ответы. И, наконец, Господь сказал, «Хорошо, а теперь представьте это остальным». Они прервали всех и сказали, «Мы хотели бы кое-что сказать. Меня зовут так-то и так-то, я представляю эту сторону, а его зовут так-то и так-то, он представляет эту сторону». Они все это выложили. И руководство, и профсоюз были поражены предложенными ими ответами. Ни одна из сторон даже не думала о таких вариантах. И все сказали, «О, да!» Это примирило обе стороны. Это принесло мир. И к концу дня все контракты были составлены и подписаны, и все были счастливы. И самым важным было то, что у них было хорошее свидетельство для Господа Иисуса Христа. И любовь пришла в ту компанию. Аллилуйя! Понимаете? Но у алчного мышления нет на это времени. Что они делали? Они ходили во свете. Они в неустройстве. Не во тьме, не в ссорах и распрях. Давайте сейчас обратимся к первому посланию Иоанна. Поскольку это является моим поручением на сегодня. Первое Иоанна. Прежде всего, откройте третью главу. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Он живет в ней. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Третья глава, семнадцатый стих. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое или закрывает свое сердце сострадание. Сострадание это не что-то. Это личность. Бог является состраданием. Иисус был движим состраданием. И Он исцелял их больных. Он был движим состраданием. И Он воскрешал мертвых. Аллилуйя. Хорошо. Итак, когда кто-то пребывает в смерти, закон греха и смерти, то есть проклятия, имеет свой эффект. Это будет влиять на его решение. И Он начнет принимать алчные решения с ослепленными глазами. Однажды я проповедовал в маленькой церкви. Думаю, та церковь была в самом худшем состоянии, чем какая-либо другая церковь, в которой я когда-либо проповедовал. Это был мой первый год в служении. Я поехал встретиться с одним из моих близких друзей и наставников служения, человеком, настолько прекрасным в моей жизни. Им был Хилтон Саттон. Я был в Хьюстоне, и по дороге домой заехал к брату Хилтону, и мы с ним ужинали. Зазвонил телефон. Ему позвонил один человек, и я мог слышать, что он говорил. Он сказал, брат Саттон, не могли бы вы приехать и провести у меня серию собраний? Боже мой, моя церковь совершенно высохла, я не знаю, что я буду делать. Все просто рушится. И брат Саттон ответил, нет, я не могу приехать, мое расписание уже все расписано, но у меня здесь за столом сидит молодой человек, который, я гарантирую, может это сделать. И он прикрыл трубку рукой и спросил, ты можешь поехать туда? Ты можешь переночевать и поехать туда проповедовать? Я ответил, да. Мне хотелось сказать, не нужно посмотреть мое расписание, но в моем расписании ничего не было. Я сказал, да, с удовольствием поеду туда. И тот пастор сказал, да, присылайте его. И я поехал. О, это было вечернее служение. И вся церковь была не больше, чем вот эта центральная секция. На первом, на втором и на третьем ряду никого не было. Нужно было дойти примерно до сюда. Там сидело три-четыре человека здесь, один или два там, и затем там еще рассеянная по залу группа. Весь задний ряд занимали девочки-подростки, которые накручивали друг другу волосы. Я никогда такого не видел в церкви. Ни в Баптистской, ни в какой другой. Я никогда такого не видел. Я подумал, это очень странно. Я спустился вот так вот в зал, и начал проповедовать. Начал проповедовать о вере, и сам был счастлив от своей проповеди. Я просто... Я получал настоящее удовольствие. И одна маленькая женщина, где-то вот такого роста, на вид ей было лет восемьдесят, ей должно было быть не меньше, поскольку это был конец 1967 года, начало шестьдесят восьмого. она выскочила в проход и начала танцевать. От танца у нее растрепались волосы. Она воскликнула, «Боже мой, это так, как оно было в 1919 году! Давайте устроим серию собраний!» Сила Божия накрыла то место. И в конце служения пастор собрал пожертвования. О, я был в таком восторге. Корзины для пожертвований были полными. Люди хотели серию собраний. Служение закончилось, люди кричали, «Пастор, почему бы не спросить, может ли этот молодой человек остаться? Давайте проведем здесь серию собраний!» Разве он сам не об этом попросил? На его пути встали эти пожертвования. И он протянул мне двадцать пять долларов солгав. Если бы он просто сказал мне правду, проповедник, у нас накопилось много неоплаченных счетов, и я решил все эти пожертвования, за исключением этих двадцати пяти долларов, оставить нам. Что ж, это его дело, если он хотел, он мог бы оставить себе все. Мне бы это не понравилось, но, по крайней мере, он бы не лгал. «Ну, брат, я извиняюсь, это все, что мы собрали, это все, что пришло». он вор. Алчное мышление. Вот что его подловило. Мы направлялись к парковке, пока он разбирался с этими двадцатью пяти долларами, которые ему пришлось отдать. И один человек сказал, «Эй, пастор, узнайте, может ли этот проповедник остаться на два-три дня? Боже мой, давайте проведем серию собраний». И пастор повернулся ко мне и сказал, «Брат, если вы когда-либо будете в наших краях...» Он начал по-проповеднически растягивать слова «Да, аминь». Начал говорить чопорно «Да, аминь, если вы когда-либо будете в наших краях, брат». Может, я это и сказал, я сейчас не помню, но я подумал, «Я сейчас здесь, глупец». И это больно. Не потому, что он не дал мне денег. Мне было все равно. У меня бывали финансовые времена и похуже. Я могу взять 25 долларов и заработать ими на жизнь. Слава Богу. Мы с вами посеем их. И у нас будут средства к существованию. Слава Богу. Я научился этому. Я не зарабатываю на жизнь. Благословение Господне, оно приносит средства к существованию. Затем Бог начинает учить вас, как давать и как принимать. И вы становитесь частью процветания служения. Вы становитесь частью процветания компании. Вы становитесь частью процветания вашей семьи. И Глория мне сейчас задаст, если я не замолчу. Встаньте и воздайте Господу хвалу. Отец, мы молимся за сегодняшний день пожертвований, как ты сказал нам, чтобы каждая пятница была на этой передаче днем пожертвования. И мы принимаем их. Я молюсь о том, Господь, чтобы ты открывал каждому человеку, как он может финансово участвовать в работе миссии Каната Копланда по всему миру, согласно твоему плану, твоему водительству и направлению. Во имя Иисуса. Аминь. И мы не оказываем ни на кого давления. Мы оказываем давление на Слово Божье. Мы отдаем десятину, мы даем, и мы делаем все эти вещи. Слушайте Господа. Вы принимайте, молитесь, узнайте, что Господь Иисус хочет, чтобы вы делали. Если у вас нет водительства, делайте что-либо в этом плане. Просто прославляйте Бога. Не подпадайте из-за этого ни под какое осуждение. Просто прославляйте и поклоняйтесь Богу и молитесь за нас. Аминь. Это номер один. Именно в этом сила, в молитве во имя Иисуса. Мы молимся за ваши пожертвования. Мы верим Богу о прорывах и о переливаниях через край. Здесь, в нашем офисе, в Соединенных Штатах, есть люди, которые молятся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Аминь. И мы тоже доступны для вас. Поэтому не обманывайтесь, Бог по ругаям не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Аминь. Аллилуйя. Как? Иисус сказал, ради Меня и Евангелие. Это мирило. Ради Меня и Евангелие вы получите ныне в этой жизни во сто крат. Аллилуйя. Если вы хотите заказать наши книги, то воспользуйтесь информацией, которая сейчас на вашем экране. Также посетите наш сайт в интернете kcm.org.ua И помните, что Иисус Господь. Иисус